Зима продолжает преподносить ульяновцам сюрпризы. В регионе было объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности. Всю ночь 2 февраля шёл снег. Продолжил сон и днём. Как итог, свой рабочий день ульяновцы начали с пробок и откапывания своих машин. По информации департамента автодорог в южных районах области, снег будет идти весь день. Автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок. Пригородный и междугородний транспорт работает в штатном режиме. Движение затруднено. На участке дороги Солдатская-Ташлак у Заватова-Новоспаская. Общее количество дорожной техники, работающей на лице, составляет 373 единицы, из которых 52 единицы на федеральных автомобильных дорогах, 172 единицы на областных дорогах, 28 единиц в городе Димитровграде и 122 единицы в муниципальном образовании города Ульяновск. Тем не менее, уборка дорог областного центра оставляет желать лучшего. В соцсетях ульяновцы жалуются на плохую работу общественного транспорта и отсутствие снегоуборочной техники. В городской администрации заверяют, основная работа начнется после завершения снегопада. По словам первого замглавы города Сергея Мишина, днем количество техники увеличит до 211 единиц. Привлекут частную технику. С утра мы проводили совещание с некоторыми управляющими компаниями. Сейчас у них проходят свои совещания. После этого каждый час управляющие компании, соответствующие подразделения мэрии, будут отчитываться по уборке города. В первую очередь убираются центральные дороги для того, чтобы могли проехать жители к своим рабочим местам. Ночью дорожники вывозили снег. 4000 тонн вывезли с улиц Тимирязева, Рылеева, Корюкина, Красногвардейской, Рябиковой, Юго-Западной, с Московского шоссе, а также с проспектов Гая, Ульяновского и Врача-Сурова. Механизаторы трудятся посменно с 8 утра до 8 вечера. Приходится тяжело, по ночам работаем, чтобы не беспокоить граждан нашего города, работая. И если на дорогах общего пользования порядок потихоньку наводят, на пешеходных дорожках и во дворах людям приходится пробираться по маленькой протоптанной тропинке. Представители управляющих компаний успели расчистить лишь небольшие территории. По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю неделю. Температура воздуха по области будет колебаться от плюс одного до минус семи. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ.